Больше дипломатически. Я был в этой церкви, в Пекине, которую, благодаря стараниям нашего посольства и посла, лично очень уважаемого человека, Разова Сергея, сейчас он уже назначен в другую страну, они сделали все, чтобы открыть там православный храм. История православия в Китае, она ходит корнями в десятилетия, хотя бы связана с тем валом эмиграции, который был после гражданской войны в России. Но не думаю, что китайцы, которые всегда к миссионерам относились очень сложно, разрешат ту или иную миссионерскую деятельность на территории самого Китая, они вправе это сделать. И, наверное, это, несмотря на все наши дружеские, усторонние отношения, будет ими учитываться. Не могу вам привести пример. Скажем, Северный Кипр и Южный Кипр. Вот одна страна разрешила миссионерскую деятельность в свое время, другая нет. И одна из этих стран сегодня процентов на 80 имеет веру, которая принесена с Запада. А окружающие ее страны, такие как Китай, Япония и другие, на это не пошли, никогда не пускали к себе миссионеров. Вьетнам, например. И они имеют там чисто восточную религию, связанную с некоторыми философскими учениями. Китай всегда к этому относился именно так. Не пущать и проповедовать свои ценности. Думаю, что это имеет право на жизнь. А вот то, что будут православные храмы открываться в местах, где живут наши, или там будем говорить, ну не наши, не обязательно наши граждане, но те, кто проповедует православие, то это хорошо. Ну и я думаю, Китай пойдет здесь навстречу нам.